Приветствую вас. Вы знаете, здесь проблема заключается, во-первых, в том, что отношения у вас на расстоянии были, вот, их или есть, я не очень понял, были или есть, но отношения в любом случае на расстоянии. Второе, это то, что вы ссорылись, и третье, это то, что вот по факту вы говорите о предательстве, и, к сожалению, у вас есть основания, так думать, у нас есть основания полагать, что, ну, что действительно предательство со стороны молодого человека есть, потому что он там как бы сожалеет об этом, да, он умоляет вас. Вот, давайте по порядку разберем эти моменты, они являются важными. Первый момент, то, что вы начали отношения на расстоянии. Ну, здесь все достаточно просто, во-первых, почему на расстоянии, вот, по факту в интернете, да, вот, почему... Ну, значит, вы начали такое вот такое вот отношения, да, они более реалистичные, более какие-то такие вот физические, да, вот. И, соответственно, два года срок довольно большой. И, в общем-то, далеко не каждый, не каждый человек способен, ну, два года вот надеться на расстоянии, потому что хочется все-таки физическим человеком время проводить, да, и просто это, ну, лучшее, объективное, как-то на расстоянии на расстоянии. Вот. То есть тут момент, вот он такой, что привело вас к этому. Дальше. Есть у меня ощущение, что вы ориентированы очень сильно на семью. То есть вот есть у меня такое чувство, да, что вы ориентированы на семью, что вы, ну, как-то вот хотите семью, что вы и свадьба, и все, и это, при том, что вы учитесь. То есть, как бы, речь идет о вашей реализации. Отчасти на вот такую ориентированность челесмерную, на зависимость от другого человека демонстрирует то, что он обещал вас привести к себе. То есть, с одной стороны, конечно, да, это так. Может быть, это и окей, но, с другой стороны, это показывает просто некоторую вашу способность, которая, на мой взгляд, для вас ничего хорошего не имеет. Следующий момент, это ссоры. Непонятно, из-за чего вы ругались, когда вы были на расстоянии. И дальше вы пишите атом, что вот я узнал, что он, там, другой девочка гулял и сплавился. Для меня это измена на подвознательном уровне. Ну, не совсем, опять же, понятно, почему вы отказываете человеку в тех нюансах, которые неизбежно возникают, когда люди на расстоянии длительное время взаимодействуют. То есть, понимаете, в такой ситуации, при таком подходе проще, проще вообще не иметь отношений в принципе. Вот, потому что, ну, просто проще не иметь, потому что наличие отношений, наличие отношений, оно постоянно напоминает о том, что могло бы быть, да. И человек все-таки слаб. Человек слаб, человек подвержен соблазнам различным. И то, что происходит, ну, понятно, что нежелательно, но в вашей ситуации, именно в вашей ситуации вполне мне кажется нормально. Другой вопрос, как вас это задело? Да, то есть, ну, опять же, вы можете сказать, что хорошо для меня это неприемлемо, но как вас это задело? Ага, я думаю, что корни этого заключаются в ваших конфликтах, в ваших ссорах, которые, в свою очередь, являются подтверждением, демонстрацией того, что вы боитесь близости, и именно вы боитесь близости, и, вероятно, подсознательно, поэтому вы выбрали отношения на расстоянии. Дальше, значит, вы говорите, что он меня умолял простить, я его простила. Вот что значит простила? Бан? То есть, ну, что такое простила? Что это из себя представляет? Ааа, сделали ли вы выводы какие-то из того, что произошло? Аа, или нет? Да? Ааа, решили ли вы что-то? Поняли ли вы, в чем молодой человек нуждается, что так поступает? Скорректировали ли вы свое поведение? Ааа, вот, ну, в соответствии с тем, что произошло, это не совсем понятно. И, естественно, это повторилось вновь, потому что, судя по всему, ничего не поменялось. Ааа, вот. То есть, если молодой человек противопрощения и хочет сделать предложение, говорит о том, что, ну, скорее всего, ему на вас не наплевать, вопрос в том, в каком контексте. Но, если вы исключительно какие-то вот, эээ, если вы исключительно семью ставите в главу угла, ну, я думаю, что после создания семьи, после свадьбы, после того, как вы исключите мужем и женой, эээ, если ничего вам в себе не изменить, то, вероятно, молодой человек так же будет встречаться с другими девочками, потому что, эээ, здесь есть вероятность того, что семья создается просто, чтобы была. Вот, типа, так надо, и все такое. В том числе и ребенок тоже. Аааа, вот какие-то другие вещи, они, ну, не сказать, чтобы прям реализовываться. То есть, вопрос в том, насколько, что общего между вами и, эээ, молодым человеком в вашем, эээ, вашем есть. Вот. Эээ, понимаете, да, о чем идет речь? Ну, и последнее, это, эээ, то, что вы не можете простить предательство, и очень важно понять, что вы подразумеваете под «не могу простить», там есть прощение и принятие. Эээ, если вы простите, простите в первый раз, вы приняли молодого человека, вы приняли, как, какой-то его нюанс характера, приняли какую-то его личность, да, какую-то часть его личности. Непонятно, почему во второй раз вы этого уже не принимаете. А любовь, в свою очередь, это принятие, безусловно, и это противоречивые вещи. Вполне вероятно, что его действия как-то вас задели, что, собственно, и питает ваше непрощение. Но если вас это задело, с этим нужно разобраться, что конкретно вас задело и почему. И, соответственно, соответственно, разобравшись этим, уже можно будет говорить о том, любите вы его или нет. Если для вас такое поведение неприемлемое, но вас не задевает, то можно это обсудить с молодым человеком, обязательно что-то подкорректировав, обязательно сделав какие-то выводы. Только так можно гарантировать, что ситуация не постарится в дальнейшем. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Складывается ощущение, вот из-за ссор ваших, из-за его поведения, из-за вашего поведения, ориентированности на семью, я думаю, что отношения не зрелые, не очень зрелые, да. То есть недостаточно много общего, недостаточно связующих каких-то звеньев между вами, и недостаточно полного восприятия друг друга. То есть вот вы для него, например, девушка, но при этом вы для него девушка может быть не такая интересная, или девочку, которую он покорил, да. То есть вот это зависит от того, как вы себя сами преподносите, да. Как вы себя выражаете, как вы себя проявляете и прочее. Вот, это очень важный момент. На этом всё. Я надеюсь, что это было полезно вам. Вот, и соответственно, надеюсь, что ситуация разрешится. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. И надеюсь, что всё у вас в целом будет хорошо.